Здравствуйте, друзья! Это вторая часть моего обзора, посвященная товарам, которые продаются в фикс-прайсе. Вот я купила цветы в фикс-прайсе. Сейчас покажу. Вот такие. Вот я их отрывала и приклеивала вот на такую заготовку, купленную в лофте. Я задумала к году собаки сделать вот такого, хоть год желтой собаки, я захотела сделать вот такого разноцветного красивого пуделя, пуделя Артемона. А потом я уже увидела более мелкие цветочки. Мне кажется, что они больше подойдут. В фикс-прайсе очень много. Мне нравятся вот такие фетровые наклейки. Они с одной стороны клейкие. Они разные есть. В основном на Пасху продаются. Я их всегда коплю. И курочки, и цветочки, и вот на листике осенние. Вот так они выглядят. Вот. Очень бабочки, цветочки. Очень хорошо для украшения разных работ, поделок, картин, панно. Ну, в фикс-прайсе еще продаются вот такие. Это я тоже, когда бываю, все покупаю. Вот такие. Они и отдельными листиками бывают, и в гирлянде, из которых легко делать разные цветы. Вот была осенняя такая гирлянда с листиками. Я тоже заготовила. На всякий случай обязательно когда-нибудь допригодится. Вот мне очень нравились вот такие гирлянды осенние, с клёновыми листьями, и зелеными, и красными, и жёлтыми. Венки вот такие нравились. И на дверь можно повесить, а можно использовать для себя. Вот осеннее такое. И для Хэллоуина бы подошло, и просто с тыковками, и с листиками. Я оставлю, чтобы ярко было, красиво. Продаются также вот такие грибочки разные. Яблочки. В своём панно из природных материалов мне захотелось, чтобы были яблочки. Я всё-таки добавила немножко и искусственных яблок. Подзолотила их, сделала одного цвета вместе со всеми другими элементами панно. И получилось очень красиво. Интересно, что там продавались одно время пёрышки. Я задумала, может быть, птичку какую-нибудь сделать, или вообще пригодится как декоративный элемент. Продаются там вот такие, называется, опоры для растений. Но я их режу и использую, когда мне в поделках нужны палочки. Очень нравятся мне вот такие вот камушки. Сейчас я это уберу, чтобы было получше видно. Вот такие камушки, они с одной стороны плоские, а с другой вот так полукруглые. На даче я из таких камушек сделала ящерицу и черепаху, как мозаику использовала. Очень красиво. Они бывают не всегда, но бывают. Вот на Пасху были такие яички. Вот такая упаковочка. Вообще советую заходить в Фикс Прайс. Там бывает, появляются интересные вещи, а потом исчезают. А вот эти яички я использую как головки для животных, когда делаю игрушечных животных. Вот я показывала яблочки, а это клубнички. Такие же виноградинки. Положу так, чтобы ярко было у нас, красиво. И что мне нравится, в Фикс Прайсе я покупаю вот такие. Веревка садовая называется, но это и как шпагат хорошо. Из них я выкладываю контур своего рисунка. Когда я делаю какую-нибудь объемную работу, многие, я видела, просто обвивают вазы или фигурку животного, и получается, как витает такая плетеная вещь. Вот еще я купила, был лист почему-то. Назывался термосалфетка декоративная на стол. Но из нее можно вырезать листья разных размеров. Какие вам нужны? И вот я уже говорила в первой части про этот набор. Набор двухсторонний скотч. Мне он очень нравится, потому что он такой пухлый. И когда надо что-то объемное сделать, чтобы один план отстоял от другого на некотором расстоянии, он очень удобен. Есть в рулонах, а есть вот в таких квадратиках. Детям очень удобно с этим работать. Ну вот, друзья, вроде бы я рассказала все, что я хотела. Желаю вам удачных, красивых покупок в фикс-прайсе. Продолжение следует...